Поселок Октябрьский не только вторая столица Родичевского района Ульяновской области, но и один из наиболее благоустроенных и чистых сельских населенных пунктов в регионе. Прекрасная инфраструктура сохранилась еще с советских времен. За последние годы добавилось еще много нового. Новейшая история Октябрьского начинается в 1929 году, а примерно 15 лет назад тут появился храм Казанской иконы Божьей Матери. Он расположился в помещении бывшего кафе и сейчас прекрасно уживается в одном здании с местной спортивной школой единоборств. Встречали владыку Филарета, благочинный 5-го округа Барышевской епархии протеерей Николай Ливанов и глава администрации Родичевского района Александр Белотелов. Владыка Филарет много раз бывал в этом храме, но божественную литургию возглавляет тут впервые. Поэтому для поселка это очень знаменательный день первой божественной литургии архиерейским чином. Сослужили владыке Филарету священники 5-го, 4-го и 1-го благочинный Барышевской епархии, а также братья Жадовского монастыря. Заслуженные награды от патриарха Московского и всея Руси получили двое священников, которые несут свое послушание на границах епархии. Иерей Анатолий Дудин в селе Кубра, это почти Самарская область, был награжден правом ношения палицы. Таким же правом по ходатайству владыки Филарета, святейшим патриархом, был наделен протеерей Илья Орланов. Шутку его называют пограничником епархии. Отец Илья – единственный православный священник на весь Старокулаткинский район Ульяновской области, населенный на 95% татарами. Награждается правом ношение палицы Аксиос. Аксиос, Аксиос, Аксиос. По окончании божественной литургии владыка окропил прихожан храма святой водой и обратился ко всем с архипастовской проповедью. Преосвященный Филарет призвал жителей Октябрьского быть ближе к Богу. Не думайте, что у Бога нет какой-то неправды или что-то он нам не дал. У Бога своя истина и своя правда. Мы можем что-то придумывать, выдумки делать, но Бог есть истина. Это действительно такая праздничная и благодарственная служба. В низком плане я все сердечно вас поблагодарить. Желаю вам Пехловну, прежде всего, пресвивание и телесное здравие, чтобы Господь ослабил. Октябрьский приход подарил в честь первой архиерейской службы владыке Филарету небольшой памятный колокол и устроил импровизированный концерт. Дмитрий Гурин, видеостудия Барышской епархии, специально для Уллправда ТВ.